Здравствуйте! В эфире телеканала Обгенск ТВ Новости и в студии Георгий Розоваев. Дарья Человекова. Коротко о главном. Проверили комиссионно. Общественная комиссия оценила качество ремонта дороги на улице Университетской. Болгарский город Белине стал побратимом Первого наукограда России. На днях его посетила делегация, в состав которой вошли представители Обгенска и Технической академии Росатома. В целях безопасности вокруг водонапорной башни в Старом городе возведено ограждение. Сегодня очередная плановая проверка дороги проходила на улице Университетской. На этот раз работой, выполненной в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», принимала общественная комиссия. В ее состав вошли депутаты городского собрания, активисты Общероссийского народного фронта, представители территориальных общественных самоуправлений и общества инвалидов, сотрудники ГИБДД и муниципальных предприятий Университетской. Керны на Университетской уже взяли. И толщина, и качество соответствовали всем требованиям. Как и на остальных участках Обгенских дорог, общественники постоянно следили за протеканием ремонта. От момента снятия асфальта до момента нанесения разметки. Сегодняшний выход на местность – своеобразное подведение итогов. На дорогах, сделанных по нацпроекту, решено было оборудовать съезды в местах примыкания к тротуарам, чтобы легче стало проезжать велосипедистам, жителям с колясками, людям с ограниченными возможностями. Насколько качественно и для народа сделаны такие съезды, в Обнинске обычно проверяет Дмитрий Миронов. Его специально приглашают на комиссии. Он, как никто другой, может дать экспертное заключение. Оцениваю практически на отлично. Сделаны по ГОСТам, по строительным нормативам. Высота порога 1,5-2 см, это вписывается в нормативы. Ну и достаточно комфортно их преодолевать. Улица Университетская выделяется в ряду других наукоградовских дорог, отремонтированных в этом году. Она приводилась в нормативное состояние по контракту жизненного цикла. После ремонта выполненного три года будет подрядчик содержать эту автомобильную дорогу и в летний, и в зимний период. И, соответственно, отвечать за те дефекты, которые вдруг появятся. Если появятся, надеюсь, что, соответственно, дефектов не будет. На всех дорогах, заасфальтированных по нацпроекту, использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон с размером зерен до 20 мм. В Обнинске такой тип покрытия применяется впервые. Большой плюс его – самовосстановление. По словам Андрея Беликова, в теплую погоду разогретое покрытие само затянет появившиеся трещины. В любом случае гарантия 5 лет. Я надеюсь, что вот этот новый подход, он позволит подрядчику более ответственно относиться и к строительству дороги, ее основания и так далее. Потому что все огрехи, которые выползут впоследствии, там, в ближайшие годы, они будут сразу видны и, собственно говоря, будут им предъявлены одномоментно. И устранять это все они будут, соответственно, за свой счет. Замечания общественников касались в основном мелочей. Например, недостаточно качественно убран строительный мусор. Но, делает ремарку Анатолий Шатухин, это проблема всех строек и требуется время на формирование культуры сдачи объекта в эксплуатацию. А еще с количеством грунта, который подсыпали вдоль бордюров, местами переборщили. С началом дождей грязь потечет на дорогу. Подрядчик пообещал все эти недочеты оперативно устранить. Членами комиссии по завершении осмотра дороги были подписаны акты о проведении приемки. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И продолжая тему ремонта пути транспортного сообщения Наукограда. В понедельник на еженедельном совещании в Обнинской администрации подвели предварительные итоги ремонта дорог по национальному проекту. К снятию асфальта и демонтажу старых бордюров приступили еще в конце весны. На дворе август основная часть трудностей, к счастью, осталась позади. В этом году в Обнинске были отремонтированы участок улицы Кутузова от Пионерского до Пяткинского проездов, нечетная сторона дороги на Королева, Самсоновский проезд, дорога на улице Кончаловского, дорога на улице Жукова, одно из направлений на улице Гагарина, часть проспекта Ленина и улицы Красных Зорь, одно из направлений улицы Жолиокюри. На большинстве перечисленных дорог работы полностью завершены. Среди тех, которые в процессе, улица Калужская. До конца недели на ней должны не только завершить асфальтирование, но и соорудить приподнятые пешеходные переходы и нанести на них разметку. С этим тянуть нельзя, напомнил глава администрации. Вдоль улицы расположены две школы. Хотя на проспекте Ленина и положили асфальт, подрядчику еще рано расслабляться. Осталось, значит, разметку сделать на 60%, выполнить пандусы. Съезды, да? Из пандусы, да, переходы с одной на другую и на тротуарах. Организация, да, уже опаздывает со сроками. Это также касается у него и улицы Королева. Там тоже разметки нет? Нет, сейчас съездов нет. Занимающаяся этим организация не укладывается в обозначенные контрактом сроки. Претензионная работа ведется, говорит Николай Моисеенко. К асфальтированию участка улицы Кутузова от пересечения с Пионерским проездом до проспекта Ленина приступят в начале сентября. Владислав Шапша особо выделил значимость всесторонних проверок к качеству выполненного ремонта. Принимать сделанное должны не только сотрудники администрации, но и представители общественности. Определенное неудобство, конечно, принесло в этом году столь массированный ремонт дорог. Но я думаю, что жители, претерпев эти неудобства, ближайшие 10-15 лет будут пользоваться плодами сегодняшних трудов без какого-либо дополнительного ремонта. Николай Моисеенко добавил, лабораторные исследования отобранных с дорог образцов подтвердили, что по влагостойкости, плотности и ряду других параметров новое покрытие соответствует требованиям, а значит продержится долго. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Многие горожане обратили внимание на то, что вокруг территории, на которой располагается старая водонапорная башня, появилось ограждение. Начальник управления имущественных и земельных отношений Любовь Латыпова пояснила, что ООСАНС, собственник водонапорной башни и арендатор земельного участка, на котором она находится, намерен провести оценку технического состояния сооружения. В целях безопасности по границам участка установлено временное ограждение. Проведение других работ, кроме технического обследования башни, не планируется. В минувший понедельник состоялось очередное рабочее совещание главы администрации города Балабаново с руководителями муниципальных предприятий и структурных подразделений. Обсуждали соблюдение сроков выполнения ремонтных работ, подготовку к отопительному сезону, готовность к проведению выборов и пожар, случившиеся в одном из многоквартирных домов на улице Гагарина. По сообщению МЧС, на территории города был зафиксирован случай пожара в доме номер 3 на улице Гагарина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что лучшим местом для курения окажется постель, в результате чего и случилось возгорание. К счастью, удалось ликвидировать пожар и спасти человека, находившегося в квартире. На еженедельной планерке отметили, что это уже не первый случай возгорания в квартире и жалобы от жителей дома на безответственного соседа поступают регулярно. Он у нас социальный образ жизни ведет. Хорошо, давайте мы тогда поработаем по нему. С 1 сентября сотрудники пожарной охраны проведут месячник безопасности для детей. Проходить он будет в формате открытых уроков. Также Кирилл Стехов сообщил, что для школьников будет организован и день открытых дверей в пожарной части. Михаил Иванов отчитался о работах по благоустройству, которые проводятся в Балабанове. Выявлены были и недобросовестные подрядчики, которые до сих пор не приступили к работам на двух стройплощадках. К сожалению, два недобросовестных подрядчика. Это в сфере городской, пока не вышел, и не знаю, выйдет ли, будем разговаривать. И по спортивной площадке в районе школы номер два. На это заявление градоначальник отреагировал, заявив, что необходимо привлечь другую организацию, которая будет в состоянии выполнять все работы. Сегодня законодательство нам позволяет привлечь второго участника с первым расторгом соглашения и, соответственно, второго привлечь. Поэтому нужно оперативно претензионную работу провести, посмотреть с юристами так, чтобы процедуру собрести, чтобы потом в суде не смогли оспорить. И со вторым участником нужно включаться. Еще одна проблема, которая существует в городе, это освещение по улице Коммунальной и около Центра физкультуры и спорта. Заместитель руководителя местной администрации сообщил о том, что подрядчик должен приступить к работам по организации освещения в этих районах уже в самое ближайшее время. В очередной раз обсуждалась подготовка к отопительному сезону. Все котельные прошли техническое обслуживание, все трассы опрессованы, и мы со своей стороны полностью готовы к отопительному периоду. Значит, в районе 10-15 сентября мы начнем заполнять сети теплослабжения. 20-го числа, в районе 20-го числа сентября мы сделаем пробные пуски, тем самым проводим все сети, выделяем воздух. Первым делом отопление запустят в учебных и дошкольных учреждениях. Нина Филатова рассказала о подготовке к выборам в городскую думу. Избирательные участки уже подготовлены к проведению досрочного голосования, которое начнется уже 28 августа. Также организовано дежурство на пунктах. Подводя итог, заместитель руководителя администрации подчеркнула, что к выборам все готово. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». Обзор происшествий за минувший понедельник мы начинаем с серии аварий. Первое ДТП было зафиксировано в 8.40 утра на северном выезде из города. На вот этом участке дороги микроавтобус марки «Фиат» врезался в заднюю часть кузова китайского внедорожника «Лэндмарк». Пассажиры, находившиеся в салоне маршрутки, не пострадали и пересели в другой предоставленный транспорт. Итогом этой неприятной встречи стали серьезные повреждения машин. Буквально через 20 минут ЧП произошло и на 101-м километре Киевской трассы, неподалеку от деревни Мишково. Столкновение легковушек произошло по классической схеме. Девушка за рулем Кия двигалась в сторону Москвы и остановилась перед разметкой, чтобы пропустить пешехода. А владелец на марке «Хонда», видимо, не ожидал такого маневра и протаранил заднюю часть остановившейся машины. Ни водители, ни пешеход не пострадали. В 11 часов авария была зафиксирована в Обнинске по адресу Курчатова, 19А. Водитель за рулем внедорожника марки «Митсубиши Паджиро» начал сдавать задним ходом со стоянки. И при выполнении маневра не заметил припаркованный сзади «Митсубиши Лансер». Статистику происшествий дополнило и ДТП, которое случилось в 14.30 на улице Красных Зорь, 11. По предварительной информации, владелица «Сузуки» решила обогнать скутер и, не рассчитав дистанцию, зацепила его. На место происшествия прибыли все оперативные службы города. К счастью, в результате аварии нет пострадавших. Детали произошедшего выясняют сотрудники ДПС. А ближе к вечеру в дежурную часть поступило и тревожное сообщение об обнаружении трупа мужчины в пролезке неподалеку от Аксеновского рынка. Страшную находку обнаружили прохожие и незамедлительно сообщили в полицию. Прибыв на место происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины с нелосными изменениями без явных признаков насильственной смерти. Предположительно, смерть мужчины наступила около недели назад. В настоящее время он направлен на судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти. В настоящее время по данному делу ведется сбор необходимой информации. Следствие продолжается. Дарья Человекова, Николай Подлиполин, телекомпания «Обдинск-ТВ». В конце минувшей недели делегация из Обдинска совместно с представителями технической академии «Росатома» побывала в болгарском городе Белине. Неподалеку от этого населенного пункта расположена недостроенная атомная электростанция. Ее возведение было остановлено еще в 1990 году. «Росатом» – участник объявленного недавно конкурса на возобновление строительства объекта. Каково же место Обдинска во всей этой истории? Наукоград обрел нового побратима. И рассчитываем, что это будет неким импульсом, который позволит нам лучше узнать друг друга, а жителям города, в том числе и получить образование, и переподготовку в области эксплуатации атомных электростанций. Начать общение можно с дружбы школами, считает глава исполнительной власти Наукограда. В Белине как раз есть общеобразовательное учебное заведение с физико-математическим уклоном. Учащиеся из Болгарии могли бы приезжать в зимний или летний период в лагерь. Управлением культуры и образования администрации Обдинска было дано поручение сформулировать соответствующие предложения, которые будут направлены руководству болгарского города. Среди других зарубежных городов побратимов Обдинска – американский Окриш, Литовский, Висагинос, китайский Мяньян, итальянский Фраскати. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Сергей Мокрецов, Обдинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обдинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Мы прощаемся с вами. До завтра. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на наших страницах в сети интернет. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова